Докладывает Сергей Викторович Верещагин, заместитель председателя правительства Красноярского края. Добрый день, уважаемый Алексей Игоревич, уважаемые депутаты. Вашему вниманию представляется кандидатура Загитова и Ольги Викторовны для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае. Ольга Викторовна имеет высшее юридическое образование, обладает необходимыми компетенциями и опытом работы, в том числе и в сфере защиты интереса бизнеса. Учитывая установленный порядок с целью выявления мнения предпринимательского сообщества о представленной кандидатуре, мы провели соответствующие консультации, встречи с общественным объединением предпринимателей Красноярского края, по итогам которых кандидатура Ольги Викторовны была поддержана. Также в соответствии с федеральным законодательством данная кандидатура была согласована уполномоченным по защите прав предпринимателей Российской Федерации Титовым Борисом Юрьевичем. С учетом проведения всей установленной процедуры согласования губернатором края кандидатура Загитовой Ольги Викторовны внесена в законодательное собрание Красноярского края для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Красноярского края. Прошу поддержать. – Уважаемые коллеги, вопросы к Сергею Викторовичу? – Спасибо. Тогда сейчас слово для садоклада Егору Евгеньевичу. Возможность задать вопросы кандидату у нас тоже будет. – Егор Евгеньевич, пожалуйста. – Уважаемые коллеги, процесс назначения уполномоченного права предпринимателя прописан у нас в законе, который мы принимали в 2013 году, достаточно четко. Вот как мы видим сейчас представителям губернатора Красноярского края, кандидатура внесена. Комитетом проведена проверка соблюдения всех требований кандидата, пакета документов, а также самого процесса выдвижения кандидатуры. Комитет принял решение, что все соответствует требованиям закона, а также, учитывая мнение отраслевых союзов, деловой России, РСПП в Красноярском крае, Другого промышленной палаты Сибирской, также личных качеств кандидата, рекомендуют поддержать Ольгу Викторовну Загитову на должность уполномоченного. Мне кажется, что стоит предоставить кандидату слово, как у нас это заведено, ну и, соответственно, дать коллегам задать вопросы. Собственно, у нас другого варианта по регламенту и нет. Если кто-то из кандидатов, либо сам претендент, пожалуйста. Прошу на трибуну. Ольга Викторовна, воспользуйтесь своим правом обратиться в адрес законодательного собрания. И сразу перейдем к вопросам. Я бы хотела воспользоваться. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, учитывая мой опыт текущей взаимодействия с предпринимательскими объединениями, с юридическими сообществами, анализируя результаты ежегодного социального опроса собственников и руководителей бизнеса об административной среде, проводимого в рамках ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации, руководствуясь полномочиями определенным законом, в случае утверждения меня в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей Красноярского края, приоритетными и первоочередными, считаю следующие задачи. Первое. Оперативная организация работы с жалобами субъектов предпринимательской деятельности в области публичных отношений, фокус при работе с обращением предпринимателей не только на оперативность и своевременность, но и на эффективное рассмотрение, и здесь важно использовать все механизмы защиты, на мой взгляд, очень важно своевременно подключаться, включать в разрешение жалоб переговоры, привлекать все возможные институты, цифровые платформы, органы прокуратуры, суды. Вторая задача уполномоченного видится в осуществлении мер по улучшению инвестиционного климата региона, не подменяя функции других институтов, взаимодействия с контрольно-надзорными органами, органами прокуратуры, органами исполнительной власти в части снижения административного и силового воздействия на бизнес. При этом необходимо развивать общественные институты по защите прав предпринимателей. Пристальное внимание болевым точкам, тарифы, налоги, споры из земельных отношений, уголовное преследование бизнеса. Следующая приоритетная задача – это консультационная или мы ее называем просветительская. Важно оказывать бизнесу своевременную консультационную поддержку по способам защиты прав и законных интересов, в том числе реализации мер государственной поддержки развития бизнеса. В связи с этим требует внимания наиболее незащищенный сегмент бизнеса – это микро-малый бизнес, начинающие бизнесмены, предприниматели. И, конечно, в особую группу это отнесла предприниматель-участники СВО. И по результатам реализации вышеназванных задач формируется еще один важный фокус – это анализ нарушений систематизации их, оперативной реакции на системные проблемы, в том числе через участие в оценке принимаемых нормативных актов. Безусловно, считаю, что выстраивание института уполномоченного в регионе должна быть основано на привлечении общественных институтов, помощников, экспертов, взаимодействия прежде всего с предпринимательским сообществом, привлекая органы прокуратуры, взаимодействия с депутатским корпусом, органами публичной власти. И одним из результатов деятельности уполномоченного считаю безопасную деловую среду для всех добросовестных предпринимателей в нашем регионе. Спасибо. Готова к работе и готова к вопросам. Вот же мои коллеги. Да, вижу несколько микрофонов. Ирина Геннадьевна, пожалуйста. Я сразу скажу, что я не погружена в вашу кандидатуру, поскольку вот сейчас смотрю в документах назначения на должность. Ну, не все документы в электронной форме приложены. Скажите, пожалуйста, все-таки ваш какой-то трудовой путь, и почему вы считаете, что у вас это получится? Я не знаю, вы кандидат экономических наук, вы преподаватель в этой сфере, у вас куча статей в научной сфере, у вас, не знаю, вы работали в крупном бизнесе, и, как сказать, знаете, проблемы изнутри. Вы создали сеть малого-среднего бизнеса. То есть я просто задаю вопрос, почему вот вы решили, что это ваша должность? Вот вы хотите быть на этом месте. Но мы все как-то, это же призвание, мне кажется. Вот Маргинаевич, это вот призвание, на мой взгляд. Поэтому вот у вас здесь, я не могу понять, почему именно вы-то. Может быть, такой вопрос... Я надеюсь, вы не наставите, чтобы все перечисленные вами критерии были соблюдены кандидатом. Ну, хотя бы несколько. Совпадение хотя бы, да. Это уже было хорошо. Я считаю, что надо будет нам после перерыва начать заслушивать Марка Геннадьевича с вашей фразы. Марк Геннадьевич, это призвание, поэтому... Ну, тем не менее. Ну, вы понимаете, что когда ты слышишь слово «уполномоченный», для меня, вот я представляю Марка Геннадьевича, да. У меня вопросов здесь нет. А здесь вот есть вопросы, и главный вопрос. Почему именно вы? Чем вы лучше, скажем, других? Постарайтесь, тем не менее, быть скромной в своей самой рекламе, но тем не менее, вопрос поставлен конкретно. Вся моя профессиональная деятельность связана исключительно с защитой прав бизнеса. 12 лет я работала в юридическом управлении, сопровождала бизнес, то есть я был такой практический юрист. Больше 12 лет я возглавляла бизнес-подразделение, то есть у меня был опыт управленца. И такой ключевой момент, поворотный в моей карьере, это как раз я возглавляю центр медиации при РСПП в Красноярском крае. Это еще один такой блок, правозащитный в том числе. Мы помогаем договариваться, находить решения для бизнеса в конфликтных ситуациях. Это альтернативное регулирование споров. Еще раз подчеркну, вся моя профессиональная деятельность, она связана именно с этим. Поэтому я считаю, что это действительно мое призвание. Но поскольку я в должности уполномоченного еще не была, только кандидат, надеюсь это подтвердить в дальнейшем. Если можно, я предоставлю возможность задать вопросы как минимум тем коллегам, которые не смогли задать их Речицкого, а то они будут считать, что это я уже какую-то дискриминацию проявляю в отношении их персонально. Пожалуйста, Андрей Леонидович. Да нет, думаю, что здесь у нас нет никакой дискриминации. Все правильно. Ольга Викторовна, я думаю, что вопрос, который я вам задам и ваш ответ как раз может быть и позволит понять, почему именно вы, почему именно ваша кандидатура. Мы много с вами беседовали на комитете, достаточно вы емко отвечали на вопросы. Но вот хотел бы, знаете, какой вопрос задать. У нас недавно в послании президент обозначил задачу о декриминализации отдельных экономических преступлений. Задача на самом деле своевременная, актуальная и важная. В условиях создания экономического суверенитета и тех вызовов, с которыми столкнулось наше государство и общество, ну действительно задача актуальна. Вот могли бы вы сейчас, может быть, ответить, какие статьи Уголовного кодекса вам кажутся излишними и могли бы быть декриминализированы. Либо каким образом вы видите вот эту работу в плане защиты прав предпринимателей у нас в Красноярском крае? Спасибо. На самом деле это очень актуальный вопрос, уголовное преследование. Это такая пиковая, наверное, задача, в том числе и у полномоченного, отслеживать здесь соблюдение прав предпринимателей. И мы уже обсуждали тему того, что Российский союз промышленников и предпринимателей направил 10 статей для декриминализации. То есть предлагается повысить планку крупного и особо крупного ущерба соответственно. Но тем не менее, это все статьи связаны с предпринимательством. Я считаю, что одна из задач уполномоченных вообще в принципе правосощитников это все-таки еще обратить на несколько статей, внимание, это 159-е, 199-е. Сейчас это статьи наиболее такие емкие для того, чтобы предпринимателя привлечь к уголовной ответственности в принципе за там хозяйственную деятельность, которая изначально кажется несоответствующей закону. Юристы ее называют такая резиновая статья. Поэтому помимо того, что уже сделано и делается сейчас юридическим сообществом и объединением предпринимателей, конечно, еще остается ряд статей, которые нужно дорабатывать. Ну в частности, вот 159-ю статью. Ее применение именно. Спасибо. Дмитрий Вячеславович. Ольга Викторовна, уполномоченные по защите прав предпринимателей. А что Вы думаете о том, как защитить людей от некоторых предпринимателей? Вот есть такой целый пласт малого бизнеса, это временные сооружения. Вот то, что говорил Александр Георгиевич в своем прошлом докладе, это вейпы, это снюсы, это незаконный алкоголь. Это очень много происходит оттуда. И вот когда задаешь вопрос вашим коллегам, почему вы с ними не работаете, они не члены нашего сообщества. А когда их начинают сносить за определенные нарушения, они бегут к вам. Вай-вай-вай, защитите нас, пожалуйста. Вот хотел бы Вам задать вопрос. Как Вы хотите и думаете организовать работу вот с такими предпринимателями? Предприниматели, бегу в кавычки. Спасибо. Ну в каждом конкретном случае нужно разбираться. И действительно есть предприниматели, которые злоупотребляют своим правом, являются недобросовестными. Поэтому в каждом из обращений необходимо просто разбираться. Это правда есть такие случаи. И уполномоченный как раз он должен, обязан стоять на норме закона. И поэтому и просветительская деятельность, которой он занимается, консультационная в том числе, аккумуляция рядом, так сказать, с фигурой уполномоченного, добросовестных предпринимателей. Это все способствует такому свободному добросовестному рынку. Поэтому если среда здоровая, соответственно, то таких вопросов будет меньше и меньше. Владислав Ильич, пожалуйста, Вам слово. Ольга Викторовна, спасибо. Вы знаете, я видел разных обусменов и не только предпринимателей. Вот так их можно на две группы поделить. Первая группа, она понятная всем. Люди приходят, решают абсолютно свои конкретные задачи, пользуясь своим служебным положением, выстраивают мосты там с силовиками, с прокурорами, с главами муниципальных образований, свое благосостояние поправляют. И мы это здесь видели, наблюдали, в прессе читали и так далее. Есть вторая группа, более редкая, о чем Ирина Геннадьевна сказала, Денисова, в пример. Я был свидетелем, когда после его доклада, предыдущий руководитель ГУВД, послушав его доклад, он пригласил его к себе на совещание, весь личный состав собрался, и ему такую двухчасовую обструкцию устроили, что значит он там не то сказал, не то сделал, он вышел, побледнел, покраснел, сказал, я как защищал, так и буду защищать, вы меня не испугаете, я здесь для этого нахожусь. Первое, хотелось бы, может, конечно, это хвалебно тут сами себя, ну, по крайней мере, для протокола и для истории сказать, вы к какой категории хотите относиться, а второе, ну, это просьба, наверное, пожелание поменьше работать в краевой столице, здесь достаточно большая инфраструктура по защите, да и предприниматели другого сорта, что называется, а больше, я уже вам как представитель аграрного сектора говорю, а больше находиться на местах, вот вчера буквально вам сходу наказ разбирались с поручениями, у нас фермеры есть, в самых отдаленных, умирающих районах умудряются брать гранты, мы помогаем им господдержкой там, а уважаемые, значит, налоговые рассылают им информационные письма, пока только там, пока не камералок выездные запрещены вроде, значит, почему у вас там зарплата такая, не такая, а руки в мозолях, черные от мазуты, он реально продукт производит, а здесь белые воротнички сидят с высшими образованиями, которые корову никогда в жизни не видели, но молоко знают, где продается и сколько стоит, и кошмарят, издеваются над ними, отбивая вообще желание у людей работать всякое, поэтому вот это уже просьба от аграрного комитета вам заниматься не защитой тут, известных, значит, или неизвестных, а предпринимателей, а больше внимания уделять на местах, селей в первую очередь предпринимателям, они действительно требуют этой самой защиты и ни от кого не защищены, ни от главы района, ни от прокурора. – Лай Саваревич, ну, позвольте это отнести не к вопросам, а к пожеланиям, наказам. – Ну, это наказ, но вопрос-то у меня прозвучал, какой вы хотите лиги играть? – Как, Лай Саваревич, ну… – Нет, пусть ответят, может, она честно скажет. – Ну, я уверен, что честно скажет. – Лай Саваревич, давайте. – Пожалуйста, Лай Саваревич. – Спасибо. – Ольга Викторовна, встречаясь с избирателями в Красноярском крае, вот сейчас наиболее остро, и вот как тоже наказ хочу вам передать просьбу предпринимателей, работающих в сфере растениеводства. Особенно это касается небольших и тех, кто вот на волне высоких цен на зерно, открыли этот бизнес заново, закупили технику, взяли кредиты, получили господдержку нашу, Красноярского края, но зерно, рапс, находится на складах, не реализуется. В качестве срочного прошу, потому что вот через месяц начнется пассивная, и люди, предприниматели не могут реализовать и не знают, как выходить в эту пассивную. Мы можем столкнуться с очень большой проблемой. Поэтому возьмите, я уверен, что вас назначат, вот этот вопрос на контроль, пригласите, пожалуйста, поговорите, потому что они не знают, куда уже стучаться, а вопрос очень-очень острый. Спасибо большое. Мы, как со своей стороны, как депутаты, я лично, готов оказывать вам всяческое содействие в этом вопросе. Владимир Геннадьевич. Спасибо, Алексей Игоревич. Ольга Викторовна, у меня такой вопрос. Вы озвучили, что у вас был опыт в сфере предпринимательства, даже руководящей. Пожалуйста, расшифруйте, чем вы занимались, в какой сфере это было, сколько в подчинении было людей. Это первый вопрос. И второй вопрос. До вступления в должность уполномоченного вы проводили анализ, с чем сталкиваются наши предпринимателями, с какими проблемами, с какими трудностями, и как вы планируете их решать? Пожалуйста, более развернуто. По поводу моего опыта. Я была руководителем бизнес-подразделения Сбера. Я работала в разных сферах, работала с малым бизнесом несколько лет, работала с проблемными активами и так далее. Что касается руководящей должности, в моем подчинении было больше 200 человек. Я руководила подразделением Восточно-Сибирского, когда еще был Восточно-Сибирский банк. Поэтому мои полномочия распространялись на Красноярский край, Республику Хакасия и Тыва. Поэтому у нас достаточно был большой объем полномочий и большое подразделение. Все, конечно, сейчас укрупнилось, поэтому, соответственно, масштабов таких уже нет. По поводу вопроса предпринимательской деятельности. С какими трудностями? В чем будет Ваша миссия заключаться? Да, спасибо. Я пыталась в своем докладе об этом сказать. Я для себя определила с помощью и объединения предпринимателей и непосредственно предпринимателей четыре фокуса. Но самые такие проблемные, я еще раз повторю, это тарифы, налоги, споры земельных отношений, уголовное преследование. Это то, что нужно в первую очередь решать. Земельные отношения сейчас действительно, они там прямо на пике стоят. Поэтому сейчас есть обращение. Поэтому это в первую очередь. Спасибо. А каким способом решение это? Решение не скажет, а как решать-то? Вы знаете, у полномоченного на самом деле значительный спектр инструментов, которые предусмотрены законом в том числе. Поэтому сейчас для решения проблем пока ничего не мешает. Нужно только начать приступить к этой деятельности. Потому что на самом деле там больше 12 полномочий, гарантий, компетенции у полномоченного и так далее. И я очень рассчитываю на консолидацию и сообщества юридического, и депутатского корпуса, и органов исполнительной власти. Поэтому, когда мы вместе будем решать эти все вопросы, в том числе под эгидой у полномоченного, я думаю, что разрешение будет. Обратите внимание на тарифы. Это очень... Мироргий, еще не так много вопросов. Давайте все-таки дадим возможность всем высказаться. Осталось всего 4 зажженных микрофона. Так, пожалуйста, Борис Владимирович, давайте. Елена Владимировна, хочу до конца понять результативную часть вашей работы, учитывая, что вы занимались преподавательской деятельностью, уверен, что у вас, конечно, будут планы в работе. Вот хочется понять, эти планы будут в основном направлены на работу с обращениями или проблемами, или все-таки будет создаваться нормативно-правовая база, чтобы эти обращения и проблемы или большую часть убрать? Самая первая и главная задача все-таки – это отработка жалоб предпринимателей. Это очень важно, и это первая задача, которая предусмотрена законом о полномоченном. А дальше все задачи, они очень взаимосвязаны между собой. И вот это то, что вы проговорите про нормотворчество, будем так говорить, и про инициативу, это как раз идет следствие всей деятельности у полномоченного. Когда уже систематизируются все эти кейсы, случаи, соответственно, мы можем уже сделать второй шаг – это систематизация или предложение по нормативному регулированию. Потому что одно без другого быть не может. То есть практики без теории не может быть. Спасибо большое. Илья Александрович, пожалуйста. Да, спасибо. Ольга Крикторовна, спасибо большое за то, что чувствуется, что вы погружены в историю, в проблемы, но думал спрашивать или не спрашивать. В одном из прошлых созывов не спросили, а потом возникли определенные сложности. На всякий случай, среди ваших ближних родственников субъекты малого и среднего бизнеса есть? Нет. Спасибо. Спасибо. Максим Анатольевич, пожалуйста. Спасибо. В ближнем круге нет. У меня не вопрос, у меня пожелание к Ольге Викторовне. Мы знаем, что институт уполномоченных по правам предпринимателей относительно молодой институт, но в то же время вопросов в этой сфере и проблем в этой сфере немножко больше, чем кажется на первый взгляд. Я хотел бы обратить внимание Ольгу Викторовну на то, что это проблемы правового статуса регионального уполномоченного, проблемы расширения перечня полномочий императивного характера и несовершенства законодательной основы взаимодействия федерального и регионального уполномоченных. Поэтому, Ольга Викторовна, я не сомневаюсь, что депутаты вас поддержат, я в том числе буду за вас голосовать, но хотел бы обратить ваше внимание на эти вопросы и прошу вас быть готовой защищать интересы Красноярского края, достойно выглядеть на уровне всех представителей бизнес-сообщества на федеральном уровне, ну и делать по максимуму для красноярских предпринимателей. Спасибо. Ольга Викторовна, как раз, наверное, сегодня мы от всех селян, хотелось бы обратиться, чтобы подключились к этому вопросу со стороны предпринимательства. Объясню коротко, с 1 марта был принят закон федеральный так называемых опобочных продуктов уже от навоза. Ну, по-русски это навоз. После принятия закона, я так понимаю, вся отрасль не только в Красноярском крае и в Российской Федерации, она вошла в ступор, потому что выполнить его, ну, практически невозможно. Поэтому, о чём мы и наказу говорили, и о чём вы собираетесь делать, я думаю, что как раз ещё и ваш, так сказать, структуру, которая вертикально тоже, да, и в Федерации, подключить к этому вопросу, разобраться совместно с нашим комитетом, ну и сделать такой закон изменения, чтобы он действовал нормально и не влиял на работу наших сельхозтоваропроизводителей. Спасибо. Хорошо, спасибо. Сергей Анатольевич, Сизоненко, последний вопрос. Перейдём к голосованию. Спасибо. Ольга Викторовна, я вот хотел бы также поддержать вот именно выступление моего коллеги Владислава Валерьевича, который отметил тему, что действительно необходимо будет выделять внимание не только центральной части, но и южным территориям. Но я хотел бы выступить как бы немножко с просьбой обращениям от северных территорий. Сейчас мои коллеги также говорили за сельское хозяйство, но также у нас есть такая же категория, как северные крестьяне, это оленеводы, и здесь необходимо будет, наверное, и ваша будет помощь, также консультация, потому что хочу сказать, когда иногда некоторые белые воротнички принимают решение, не согласовав эти действия с оленеводческими хозяйствами, и сейчас на основании выездных проверок все оленеводческие хозяйства сейчас должны будут вернуть огромные денежные средства в бюджет Красноярского края, что в дальнейшем как бы возникнет ситуация, когда будут созданы огромные судебные прецеденты, когда будут хозяйствующие субъекты вылезать в ту ситуацию, когда им отрегулировали механизмы, которые нет на уровне сельского хозяйства Красноярского края. Я вам такие обращения просто подготовлю, я не буду сейчас детально все говорить, ну, ценя время всех коллег, и ваши в том числе, но попрошу, буду внимание обратить внимание с северным территориям. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы с вами авансом накидали поручений, не приняв решение, собственно, которое подразумевает наличие полномочек их исполнению.